На протяжении жизни мы часто встречаемся с различными ситуациями, которые воспринимаются нами по-разному. Нас обманули. Мы познакомились с новыми людьми, они сильно разные. Мы ожидали, что произойдет по одному, а происходит по-другому. Мы привыкли оценивать эти ситуации с позиции «хорошо» и «плохо». Но, однако, когда это что-то хорошее, мы воспринимаем это как давность, как то, что с нами должно было произойти. А если это что-то плохое, как то, что ни в коем случае не должно было со мной случиться, и возникают даже такие вопросы «почему это со мной произошло? За что это мне?» И это такое ключевое место, точка некоторого выбора, если хотите, выбора моей позиции к происходящему. Первая позиция некоторая – жертвенная, когда от меня ничего не зависит. Я такой бедный, несчастный попал в эту ситуацию, а все остальные плохие. И вторая позиция – позиция авторская, когда я управляю своей жизнью, и все, что происходит в моей жизни, зависит только от меня. А что, если все происходящее воспринимать как некоторый опыт? Украли деньги, уволили с работы, вы сильно поздорили с близким человеком. Все это вызывает точно спектр совершенно различных чувств и эмоций. Я хочу вас пригласить в некоторый эксперимент и предложить вам в любой подобной ситуации отметить несколько моментов. Во-первых, постарайтесь его просто прожить. Примите его, он уже случился. Отметьте, какие чувства вы испытываете, проживая опыт. Комфортно ли вам в этом? На листе бумаги напишите, что вам не нравится в этой ситуации, а что есть в этой ситуации все-таки хорошего? Это может быть непросто, но важно это сделать. Вспомните, был ли у вас похожий опыт, похожая реакция? Хотите ли вы изменить что-то? И если хотите, то что? И тогда здесь важно для себя понять несколько моментов. Как я могу это сделать? Что именно вы хотите поменять? На что именно вы можете повлиять в данной конкретной ситуации? И самое главное, попробуйте сделать это. Это может быть волнительно, это может быть непросто, но это необходимо сделать для того, чтобы что-то изменить. Замечайте, что происходит с вами. Смотрите на ситуацию выше и помните, что вы и только вы создаете свою жизнь, и вы являетесь автором своей жизни.